Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами на портале exget.ru. И сейчас мы с вами поговорим о мессианском пророчестве в книге пророка Агея. Чтобы понять это пророчество, нужно немножечко обратиться к истории. Итак, заканчивается Вавилонский плен. Персидский царь Кирк, который захватил Вавилон и вообще всю Вавилонскую империю, издает указ, что все народы, которые были когда-то введены либо вавилонянами, либо еще раньше ассирийцами, имеют право вернуться, откуда их увели. И вот часть еврейского народа, который живет в Вавилонии, решает вернуться. Собирается чуть больше 40 тысяч, и они отправляются из Вавилона, или точнее из Вавилонии, во святую землю. Они приходят, и первое, что они делают, это они строят жертвенник. И начинают приносить жертвы. Храм разрушен, и храм нужно восстанавливать. Но переселенцы как-то вот к этому не испытывают большой потребности. У них другие заботы. Нужно восстанавливать дома, нужно приводить в порядок башни, сады, стада. И как бы строительство храма, оно немножечко откладывается. И поэтому Бог посылает пророка Агея, который возбуждает евреев на строительство храма. Евреи храм восстанавливают. И когда происходит освящение храма, часть народа очень-очень радуется тому, что храм восстановлен. Наконец-то дом Божий восстановлен, наконец-то можно совершать все ритуалы, которые предписаны пяти книжам. Как бы жизнь входит в нормальное духовное русло. Но другая часть народа очень сильно страдает. Почему? Потому что они помнят, каким был храм Соломона и тот храм, который построили. А в библиистике его называют храмом Зарававеля. Зарававель – это тот, кто руководил переселением евреев из Вавилона. Они помнят, какой был храм Соломона, и они плачут, что он не такой великолепный. Ну, на самом деле, это объяснимо. Соломон – царь. Еврейское государство находится на пике своего могущества. И можно выделить хорошие деньги на строительство храма. Кто строит храм Зарававеля? Переселенцы. Понятно, что они принесли какие-то суммы из Вавилона, потому что евреи в Вавилоне жили достаточно спокойно. Но понятно, что это только пожертвования. И поэтому храм действительно очень маленький. Вот тот храм, который мы знаем, который был во времена Иисуса Христа, и от которого там остались какие-то части, это храм, который был перестроен Иродом. И это не тот храм, который был при Зарававеле. Точнее, центральная часть – это была часть, которая пристроена в Зарававеле, а все остальное пристроил Ирод. Поэтому храм очень скромный. Отчасти это можно сравнить с нашей ситуацией. Храмы сейчас, конечно, строятся, но сложно представить, чтобы на пожертвование можно было построить такой храм, как Исаакиевский собор или храм Христа Спасителя. Совершенно другие условия. Хорошо. Итак, давайте вернемся к Агею. Чтобы успокоить вот этих плачущих, Бог посылает пророку весть, которую он делится со своими соплеменниками. И в этой вести Бог утешает плачущих и объясняет им, что этот храм больше того храма, который когда-то был построен Соломоном и был разрушен Навуходоносором. Давайте прочитаем слова Господа, которые понимаются мессиански. Это 2 глава, 6 стих. «Ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славой, говорит Господь Саваоф. Мое серебро, мое золото, говорит Господь Саваоф. Славы сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. Давайте здесь разберемся, значит, немножечко перестроим текст, чтобы было понятно, и мы выделим мессианизм этого текста. Значит, Господь как бы успокаивает евреев и говорит, вот кто создал золото и серебро, кому оно принадлежит, оно принадлежит мне. И поэтому, если бы Бог захотел, чтобы у него был золотой или серебряный храм, то он его просто бы создал бы. И поэтому Бог успокаивает евреев и говорит, что нет, именно этот храм, который вы построили, он более важный. Почему? Потому что скоро в этот храм придет, придет желаемый всеми народами. Кого желали все народы? Того, кто восстановит потерянные, разрушенные отношения с Богом, то есть мессию. Не надо думать, что представления о мессии были только у евреев. Нет, на самом деле представления о мессии были и у других народов. И поэтому желаемый всеми народами, то есть это было понятно. Давайте вспомним, что когда Христос родился, к нему пришли на поклонение волхвы. Волхвы – это представители религии зороастризма, но в зороастризме тоже есть представление о мессии. Конечно, не похожее на христианское представление, но все-таки оно есть. И поэтому это желаемое всеми народами. И далее Бог через пророка говорит, что слава вот этого храма будет больше, чем слава предыдущего храма. Почему? Потому что на этом месте будет дан мир. Что за мир? Когда люди пали, между ними и Богом началась война. И они разрушили отношения, разрушили общение с Богом, и началась война. И вот не люди восстановят эти отношения. Сам Бог их восстанавливает. Придет желаемый всеми народами, придет мессия, и будет восстановлен этот мир. Мир дастся. И, наконец, люди перестанут войти с Богом. Вот то, что Бог даст мир, перекликается с 49-й главой книги Бытия, где мессия назван примирителем. Поэтому успокойтесь, этот храм больше. Потому что в нем будет мессия, в нем будет дарован мир. Господь наш Иисус Христос ходил в этот храм. И то, что он посещал его как раз больше, чем храм Соломона. А насчет примирения. В данном случае нужно понимать следующим образом. Конечно, Христос умер не в храме. И воскрес он не в храме. Но он это сделал тогда, когда стоял этот храм. Поэтому на месте семь нужно понимать не конкретно храм, а вот Иерусалим, где Христос умер. И где произошло примирение между людьми и Богом. После того, как Христос умер, значение храма исчезло. И через несколько десятилетий после смерти Христа и его воскресения, храм был полностью разрушен. И по сей день он не восстанавливается. Мы с вами разобрали отрывок из книги пророка Агея, в котором говорится о Мессии. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Тобыкин. Мы с вами были на портале exget.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Внеси свой вклад. Оцени. Подпишись. И поделись этим видео. Продолжение следует.